ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 23-го числа и приурочена к очень большим, очень масштабным мероприятиям в канун годовщины Великой Победы. В Нижнем Новгороде произойдет очень много в эти дни разного пролонгированных акций, каких-то отдельных концертов. Вот я хотела вас для начала спросить, вот в самых общих словах, действительно ли вот эти дни не только на площади Минина и традиционно там, и, так сказать, на площади Горького, а по городу и по области будут наполнены так, что нельзя будет никому, даже приезжим из других стран, не понять, что происходит? Ну, на самом деле это действительно так. И что такое Год Памяти и Славы? Во-первых, это наша память, наша слава, да, сами слова за себя говорят. И все это началось с указа президента Российской Федерации о проведении в Российской Федерации, собственно, Года Памяти и Славы. И была создана дирекция на уровне Российской Федерации, которая задумала вот такой огромный план мероприятий на всю страну. И, безусловно, Нижегородская область моментально включилась в этот процесс. У нас каждый год, так или иначе, вокруг этой даты всегда есть какие-то определенные акции. Чем будет отличаться этот юбилейный? Он будет отличаться тем, что именно вот такие акции, они пройдут одинаково, одновременно во всех регионах страны. Это такая мощная волна патриотизма в нашей российской истории, Российской Федерации, связанной с 75-летием. Нижегородская область примет на себя 11 федеральных акций. И буквально скоро, как вы уже сказали, да, стартует первый проект. Это очень серьезная акция, которая называется «Блокадный хлеб». Ну, а поскольку мы не жители Ленинграда, но у нас есть такая легендарная личность, человечек, маленький человечек. Вот я как раз хотела сказать, что начнется все это в шатках. Совершенно верно. Это, конечно, безусловно. Мы приурочили. На самом деле, акция «Блокадный хлеб» стартует 27 января по всей стране. Но поскольку Тане Савичевой именно в этом году исполнилось бы 90 лет, 23 января в шатках, мы даем официальный старт Года памяти славы в Нижегородской области. Вот тем нашим зрителям, которые в силу возраста, может быть, отсутствия дома книжек или рассказывающих об истории страны родителей, не знают этого имени. Таня Савичева, что это за девочка? Очень мало. Ну, понятно, что это архивные снимки. Я сама-то, поскольку родилась в большую часть молодости, прожила в Питере, я это имя знаю с молодым. Ну, на самом деле, это обычный ребенок, да, маленький ребенок, который в блокаду переехал в шатки, как и многих детей-блокадников перевозили в другие регионы страны. Но этот ребенок стал таким, потому что она вела дневник, и каждая страничка ее дневника... И вот этот дневник сохранился. Да, он, конечно, сохранился, и его, на самом деле, наверное, нужно знать, нужно изучать, смотреть, потому что вот эта вот боль и кровь этого маленького ребенка в каждом слове... Знаете, это изучать, это даже читать страшно, когда ты понимаешь, что это не литература. Это страшно. Главное, чтобы это читали так наши дети, чтобы они понимали, что заложено за каждым словом, умерли все. Когда ребенок в бытовой форме, сегодня умерла Тата, вчера умерла Тата, и финальные строчки умерли все осталось Таня. Да, и мы бы хотели вот именно в шатках дать старт не только в годы памяти славы, но и как раз рассказать об этой девочке. Мы будем рассказывать это на уроках в школах, мы будем рассказывать и в шатках тем гостям, которые приедут туда. То есть некую информацию такую именно патриотическую и связанную с этой девочкой мы обязательно донесем на наши. Вот общая тема блокады. Совсем ведь недавно была очередная дата, которую в Питере отмечают как скорбный, но очень торжественный день, день снятия блокады. Казалось бы, где Ленинград, Санкт-Петербург, да, и где Нижний Новгород? Каким образом мы связаны? Я предвосхищаю. Видимо, очень много эвакуированных как раз по ложе спасались. Более того, у нас сегодня еще, слава богу, живы около 300 человек участников блокады Ленинграда. Они проживают по всему нашему региону. И в период проведения вот этой акции наши волонтеры, ребята будут приходить к ветеранам, дарить им подарки, с ними общаться, выполнять их просьбы, какие-то, может быть, там, бытовые вопросы решать. Но ведь этим людям нужно, в первую очередь, общение. Поэтому они живы. И слава богу, что они у них есть. И мы в эту акцию обязательно к ним придем. Но вот отчасти, да, вот эту хронику блокадного города, даже сохранилось какое-то количество видеоматериалов, страшные абсолютно вот так вот, если вдумываться и всматриваться, смотреть неумозрительно, а вникать, это нормальная психика не выдержит. Но тем не менее, возвращаясь вот в наши дни, вот эта самая акция с названием «Блокадный хлеб» всегда немножко берет опаска перед вот такими серьезными мероприятиями, потому что здесь нужно соблюдать очень-очень-очень тонкую грань искренности, чтобы не было никакой казенщины. Вот что будет в этой акции? К чему она будет сводиться? И почему вы полагаете, что она дойдет до сердец? Ну, что такое блокадный хлеб, мы будем показывать наглядно, но это ни в коем случае не идет некой дегустации хлеба. То есть нам, слава богу, у нас есть такие наши знаменитые заводы, как Сормовский хлеб. Они нам изготавливают именно 125 грамм вот этот маленький кусочек хлеба. И ребята, волонтеры, которые будут раздавать этот хлеб, должны будут донести до каждого человека с помощью открыток. Мы тоже изготавливаем большую партию открыток с видами Ленинграда, вот с теми событиями, которые там происходили в течение порядка 900 дней. Будем в торговых центрах Нижнего Новгорода и вообще по всему региону будет эта акция организована в течение вот этого периода недельного, где каждый желающий может подойти, посмотреть, почитать об этой акции, будут выставки. Ну и просто представить себе, как выглядит суточный запас пищи, который сводится к кусочку в 125 граммов хлеба, причем не безумного качества. Но переходя к другим акциям, вы сказали, что их всего порядка 11. Вот остальные 10. Что это? Где это? Какие из них уже, так сказать, давно идут? Какие только подготавливаются к своему старту? Да, ну, значит, мы уже сказали о блокадном хлебе. На самом деле эта акция внутри себя подразумевает не просто раздачу хлеба, да, и некую популяризацию вот тех событий. Но здесь и, как я уже сказала, 27 числа, 27 января по всей стране, в том числе Нижегородскому региону, во всех школах пройдут уроки мужества, на которых тоже будут рассказываться те события страшные и тоже показываться, что такое был блокадный хлеб. И более того, пройдет посещение всех наших ветеранов, и в каждом районе Нижегородской области будут организованы лектории, встречи там творческие. То есть это не только такой вот раздача хлеба, это такая волна прям акции. На самом деле стартует пока только эта акция, это первая акция, она буквально вот за две недели до нашей с вами встречи начала организовываться, и в процесс организации включились и те люди, которые занимаются археологией, те люди, которые занимаются архивом, да, историки, наши волонтеры, наш народный фронт. То есть очень много людей, которые неравнодушны к этому включились, и слова нет, мы не слышали ни от кого. А что касается дальнейших акций, их на самом деле 11, они совершенно разнообразны по своему масштабу, по своей идеологии. Здесь и высадка деревьев, может быть, мы сделаем аллею памяти. Мы пока формат мероприятия не продумали до конца, но то, что в них будут участвовать все нижегородцы, мы бы этого очень хотели. Будет 9 мая такая акция, как Рио Рита, да, что такое Рита? Это был танец под духовой оркестр. Мы бы хотели, чтобы весь Нижний Новгород танцевал в это время, вот окунулся в ту эпоху. То есть если обед начинается бессмертным полком, то вечер это такие импровизированные под оркестр на улице танцплощадки с фокстротом той поры. Будут спортивные мероприятия, то есть все такие вот наши направления, они будут задействованы в этих 11 акциях. Ну, я думаю, что по мере приближения мая мы еще не раз с вами встретимся и поговорим в процессе, как что проходит. А пока лишь констатирую, что 23 числа вот этот вот большой набор, не набор, неверное слово, вот это большое количество разных продуманных мероприятий начинается. Если вы чувствуете в себе потребность присоединяться, обязательно это сделайте. Спасибо большое. Спасибо.